Юрий Николаевич, ну люди моего поколения, уж тем более вашего поколения, все-таки воспитаны в большей степени на классической литературе и на классической драматургии, но в современном, как кино, так и театре, на мой взгляд, ощущается как раз дефицит такой хорошей, качественной литературы, качественной драматургии. Что вы-то по этому поводу думаете? А когда этот дефицит не ощущался, скажите мне? Я всю жизнь слышу об этом дефиците. Я поступал в АВГИК, мне говорили, дефицит хороших фильмов, ну разве это кино? Я оканчивал АВГИК и заключил первый договор, мне говорили, ну вот ваш сценарий, да, вообще такое. Искусство постоянно находится в кризисе, это слова Тарковского, это просто свое свойство искусства находиться в кризисе, это такая кризисная вещь. И в этом смысле я не доверяю мнению, что драматургия в кризисе, что молодые в кризисе. Просто тут надо понимать некоторые особенности времени и особенности, собственно говоря, профессии драматурга и особенности драматургии как жанра. Драматургия не является литературой, вот в чем дело. И принимать ее за литературу есть ошибка. Литература, ну естественно, драматургия, так же как и литература, работает со словом, зафиксированным там на каком-то носителе бумаги или цифре, но это, собственно говоря, не важно, одно и то же практически. Но на этом сходство драматургии и литература кончается. Литература работает с образами, символами. Грохотал словно перья в пенале, когда кашель его сотрясал. Помните в пенале перья от ручек, которые мы писали, чернильные ручки, как они грохотали? Замечательное же сравнение. Или же висят паутины, будто стекло расстреливали из рогаток. Вот это вот все литература. Но уверяю вас, что связи глубинные между перьями в пенале и кашлем нет. И более того, связи между расстрелянным из рогатком стеклом и паутиной тоже нет никакой. Но эта литература, этим занимается литература. Драматургия занимается другим совсем. Что такое культура? Культура описания и артикуляции связей. Все. Точка. В следствии этого культурой не является Джоконда, война и мир и прочее. Точнее, это, конечно же, культура. Но кроме всего, культура – это социальная жизнь, экономическая, научная жизнь. Это все артикуляция связей. Между мной и вами. Между мной и государством. Между мной и природой. Между мной и Богом. И если это артикуляция связей, то вот как раз драматургия работает с причинно-следственной связью. Подождите. Но Джоконда – разве это не есть та самая связь или вновь между современностью и временами? Конечно. Конечно. Джоконда – это прекрасная артикуляция связей своего времени. Так же, как таблица Менделеева. Ну, а что ж тут говорить? Когда я говорил, что Джоконда – это не факт культуры, я хотел сказать, что не только Джоконда. Ну, конечно. Я понимаю. А вот если действительно культура занимается артикуляцией связями, то вот драматургия в первую очередь работает с причинно-следственной связью. И тут перед нами возникает феномен кирпича или теория кирпича. Она состоит в том, что кирпич просто так на голову никому не свалится. Фраза Булгакова «Неплохого драматурга, вложенная в уста Воланда». Драматургия отлицает классическую случайность, потому что в драматургии всё закономерно. И от этого в драматургии возникает, например, механизм воздаяния, когда фатум и судьба от Софокла до Шекспира сносят всех, кто нарушил со сцены этическую норму. В драматургии существует закономерность прошлого, настоящего и будущего. И в этом плане драматург есть медиум. А в чём это закономерность? А вот смотрите, я знаю ваше прошлое, предскажу на 70% ваше будущее. Дедуктика прямо. Да, знание причинно-следственной связи, знание вас, вашего прошлого, с большой вероятностью я предскажу вам некое будущее. Конечно, я не предскажу то, что делает Господь Бог, когда вы умрёте, это Волод предсказывает дьявол и прочие-прочие вещи, но какую-то модель поведения я вам подскажу. И вот драматург, вот этот прорицатель и медиум, он работает исключительно со связями, исключительно с причинно-следствиями. Согласитесь, что это не проза и не поэзия, где очень сильно волевое лирическое начало. Здесь у нас в профессии нечто другое, чуть-чуть другое, которое это чуть-чуть делает абсолютно профессию другой. Но вы скажете, да Господи, ваша драматургия полна мифов. И мифов глупых, я скажу, да, она полна глупостями. Одна из глупостей – то, что человек может меняться. Или то, что всё в руках у человека. Американская теория драматургии. Как в таком случае объяснить, что в конце 60-х, 70-х годах американский кинематограф Голливуд, если брать, так сказать, общу, вдруг обнаружил, не просто обнаружил, а стал изучать и внедрять ту же самую систему Станиславскую. Целая плеяда американских актёров училась в этой системе. Он раньше этим занимался. Система Телли-Страсберга, система, он соединил теорию Станиславского с теорией Зигмунда Фрейда. Об эроси и танатосе. Об одновременном стремлении человека, а к удовольствию, б к смерти. Вот как бы всё учение Фрейда вот здесь. В современной драматурге тот драматург, кто владеет пониманием всеобщей связи, вот меня и вашего продюсера, вас со мною. Мы абсолютно тесно связаны друг с другом. И чем драматург лучше, тем он сильнее и трагичнее выявляет эти связи и что из этого происходит. Но, 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 бат, бат, бат. Поколение молодых нарожали люди, которые были вполне потерянными. Я вот, мне было тогда в реформы 30 лет, 30 с хвостиком, с маленьким хвостиком. Мне, в общем, было всё пофигу, мороз, что там происходит. Я знал, что, ну если так, ну господи, всё рухнуло, ну я выплыву, я сильный. У меня на личной площадке было, жило 8 человек, кроме меня. Шесть умерло. Это просто надо понимать, насколько люди близко переживали крах связи, связи под названием «я и государство». Эта ушибленность, эта травматика, конечно же, порождает сегодня отреагирование. Отреагирование – это известная психологическая ситуация, иррационализация прошлого, когда Сталин у нас хороший, когда советская власть у нас хорошая. Это просто как бы из-за травмы, это травмированные люди. А и в этом плане молодые в массе своей травматики детей, дети травматиков. И поэтому каждый молодой человек, скажем, до 40 лет, ну вот по своему скромному опыту, ощущает себя единичным явлением во Вселенной. Ну вот после 40-ка, вот лично у меня, я вдруг понял, что я вообще-то в мире как бы и не один, и что для меня какое-то было поколение, и что это было не только поколение рок-н-ролльщиков и битников, которыми я принадлежу, а какие-то были люди и раньше. Были люди, которые прошли войну, и я, слава богу, хватила мне ума еще в относительно свежем возрасте, расспросить у них, что же все-таки это было. И то, что они рассказали, разительным образом отличается от того, что рассказывает нам драматургия. Все эти Т-34 носятся. Ну за опыты войны лучше, конечно, в таком случае. А это как бы все и прочее, и прочее. Драматургия молодых проходит период становления и период адаптации. К плохим условиям или к очень плохим условиям по отношению к гражданину. А условия когда-то были лучше? Откуда я знаю? А я не знаю. А почему? Я ничего этого не знаю. То, что я вижу, условия очень тяжелые или не очень тяжелые. И молодые проходят период адаптации, период мудрости. И тот, кто уцелеет, они будут писать хорошие вещи. Они поймут, что они не одни. Они поймут, что жизнь не есть набор случайностей. Они поймут внутренние сюжеты жизни и внутренние сюжеты судьбы собственного. Это и есть драматургия. А молодые экстраполируют, скажем, пишут они о прошлом, всякого рода смешные вещи из сегодняшней жизни. Как-то Мюнхенская Олимпиада, команда баскетболистов, а герой озабочен тем, чтобы любыми способами собрать деньги на операцию за границей. Я уж не помню, сына, что ли, или дочки. Ребята, в 1972 году ситуация невозможная. Ничего этого как бы близко не было. Какая там операция за границей. Была такая, ну, более или менее добротная медицина или очень добротная, которая обслуживала аппарат ЦК КПСС и Политбюро. Об этом вообще речи как бы практически не шло. Но это образец дурного вкуса у нас в кино. Зато это понятно современной молодежи. Эвтаназия в 1946 году. Врач-офицер умертвляет солдат, выживших во Второй мировой войне. Ребята, что вы? Что с вами? Для меня вот эти два примера – это примеры культурного одичания на самом деле. Это так. Ну ладно, первое, Мюнхенская, тут всерьез-то никто это не воспринял из нормальных людей, а вторую-то картину воспринимают всерьез. Ребята, вы что? Кино – это не только качественная картинка и бормотание, неразборчивое бормотание текста. А кино все-таки еще что-то другое. И художником становится тот, как мне представляется, который переступает через черту личного эгоизма, и дерматургом становится трижды и четырежды тот, кто понимает свою связь со всем остальным. – А что они читают, кстати? – Пелевину, Альбек, еще кто-нибудь. – Ну, в общем, джентльменский набор. Да, это же все университетский набор. Музыка Индии, естественно, как бы 90-е, Radiohead, там, Blur. Как, кстати говоря, если говорить о ваших студентах, как они относятся к рэпу? Как они его классифицируют? – Рэп они слушают, они не читают поэзию, они слушают русский рэп и слушают русский панк как поэзию. Как поэзию. Какие-нибудь там «Голодные влагалища» какое-нибудь летовое или еще что-то. Они слушают это как поэзию. Но если они не читают там Парщикова и Пригова, то хотя бы пусть они послушают рэперов. Естественно, к Парщикову это отношение не имеет никакого, а как бы, может быть, к Пригову чуть-чуть это, может быть, и имеет. Если все-таки говорить о современной драматургии, которая либо есть, либо ее нет. – Она есть, почему? – Стало быть, сойдемся на этом. Вот интересно, настаиваете ли вы на том, что драматурги, авторы, просто обязаны наделять собственными чертами своих героев? – Ну, я абсолютно на этом не настаиваю, просто от себя не уйдешь. Но вообще-то, вообще-то, все-таки наше свойство – выходить за рамки себя. И в частности, ну, я, наверное, начинал, когда писал сценарии, очень много как бы наделял какими-то своими чертами персонажа, но сейчас я стараюсь этого не делать. Потому что мне, грубо говоря, мне вы значительно больше интересны, чем я сам. Потому что я сам, ну, я как бы знаю примерно. – Это теперь? – Да. Я знаю примерно свои черты, отрицательные, может быть, положительные. – Я примерно представляю. А вы, другой человек, мне чрезвычайно интересен. С интереса-то любовь начинается. Ведь отсутствие любви в мире – это отсутствие интереса к другому. И если вам не интересен другой, вы никогда не сможете любить. А что драматургия говорит? Та же самая причинно-следственная связь. А вы не любите, и вас никогда не полюбят. А если вы полюбите, и вы можете любить, вас обязательно полюбят. И в этом плане безответной любви нет. Да, конкретный человек, кого вы любите, может вас отвергнуть, но с другой стороны Вселенной придет человек, который будет вас любить. Мой следующий вопрос прозвучит, возможно, банально, но, как ни странно, на этот банальный вопрос лично я никак не могу найти ответы. Ни у кого, да? Взять ваши работы с Александром Николаевичем Сокуровым, и Фауст, и Телец, и Молох. Вы обязаны любить героев этих произведений? Того же Ленина, например. Да, наверное, я обязан любить. Наверное, я обязан любить. А что за свойства такой любви? Ну, а свойства интереса. Ну, это, наверное, более чем любопытство. Это все-таки желание понять даже подлеца, понять даже монстра. Понять, вот говорят, все понять, все простить, но это не значит, что простить. Прощение, мне кажется, мы выводим за эти рамки, но понять, конечно, они должны быть интересны. Неинтересных людей тебе, как драматологу, и, может быть, как писателю, просто противопоказано описывать. И вот почему заказные работы являются злом. Вот люди, которые всю жизнь батрачат, сначала они батрачили на госкину, сейчас они батрачат на продюсеров, которые выполняют волю в основном, или Минкульт, или фонда. Вот обслуживать их есть зло для самого себя, для каких-либо собственных надежд на самостоятельное существование в искусстве. Трусы надень, иди, бросай мячик в свою корзину. Ну, это как бы нельзя просто это делать. Но людям же важно сорвать эти мелкие деньги, которые получает сценарист, и отвалить какой-нибудь на следующий проект. И они считают, что так им хватит на кафе Жан-Жак. Ну, на кафе Жан-Жак им хватит, но ни на что другое не хватит. Может быть, им хватит на какой-то свой, выстраданный какой-то проект. Нет, я абсолютно на это не верю. Вы знаете, все люди, которые говорят, «Мы сейчас сделаем заказуху, а потом мы покажем», это ложь. Это тоже, кстати, драматургия. Да, потому что. Собственные ошибки оставляют неизгладимый след, который зарубцевать невозможно. Его возможно только в американском кино зарубцевать, которое народ так любит, потому что коммерческое кино в массе своей просто льстит и лжет. А человек любит ложь. Но это разительным образом расходится с реальностью. Нет, вы не состоитесь. Вы никак не состоитесь. Более того, вы даже не состоитесь, как богатые люди, потому что у сценаристов и драматургов сегодня отобраны авторские права. Лучезарная реформа кинематографа 2008-2009 года, против которой я активно раньше выступал при всех возможных, во всех интервью, я дал десятки, что это просто еще одна небольшая катастрофа. Она подытожила этого. У драматурга нет авторских прав. Вследствие этого ему абсолютно все равно, будет ли это движение вверх, которое какие-то миллиарды посмотрит, соберет миллиарды. Или же это будет какая-нибудь наша с Акоровым картина, которая соберет там 700 тысяч. О дьявольском и божественном. Позвольте, я вас процитирую. Христос – это мой сосед, которому я одалживаю деньги до зарплаты, или который одалживает у меня. Таким образом, вы даете понять, что Христос присутствует. Это действительно так? Ну, это цитата о том, что это все имеет личные отношения, и что, скажем, для меня Бог как статуя не существует в природе. Это вредная вещь. Вот, собственно, клирикализм-то рождается из этого, отношение к Богу как статуя. А отношение к Богу как, ну, как, точнее сказать, как некому близкому существу, которое рядом с тобой, вот это что-то более органичное, конкретно для меня. И, кстати, это, кстати, это чувство отвергает выбор как таковой. Вот посмотрите, европейская культура со времен экзистенциалистов, со времен Керкигора и через французскую школу вдолбила в общество о важности индивидуального выбора. Ведь так? Мы все время выбираем. А скажите, пожалуйста, а что нам выбирать? А я скажу вам по-другому. Мы знаем Нагорную проповедь, мы знаем Десять заповедей, и мы вообще имеем представление какое-то о человеческом общежитии, о социальном общежитии, которое началось с эпохи просвещения французской и до наших дней. Мы имеем об этом представление. Неужели вы считаете выбор предать или не предать? О, боги! Ну, смешно! Украсть или не украсть – смешно! Написать донос или не написать донос – смешно! Быть любимым человеком или быть с нелюбимым – смешно, так же, как смешно делать картину по заказу ради денег. Если вы совершаете выбор, вы совершаете неправильное действие, потому что свойство выбора – неправильность, ошибочность. Как быть? Как быть – не выбирать. Не выбирать. Вот он с нами, он дал мне денег до зарплаты, выражаясь моим корявым, лукавым языком. Я ему дал денег до зарплаты. А, и все. А что я буду выбирать? Я почему-то, что я должен врать? Да и почему? Ну, я промолчу, если уж такая будет ситуация, как говорится, совсем пиковая. Но врать я не буду. Я врать буду только, если мне пистолет вот сюда вот приставят. Тут уже ситуация, как вы понимаете, патовая. Тут с меня взятки гладкие. И так что я вообще не понимаю вот этой системы выбора, на которой построено, кстати, описание связи в современной культуре. Мне кажется, она ложной. И я не знаю, объяснил ли я сейчас свое понимание Христа. Знаете, я несколько лет назад разговаривал со студентами Литературного института. Они мне сказали, что для них Евангелие... Я сейчас буду говорить прямо на уровне святотатства. Да-да, Павел. В смысле нет. Старый текст. Старый вкусный. Нет-нет-нет-нет. Напротив. Напротив как раз. Что для них Евангелие это увлекательный, приключенческий роман с элементами детектива и даже триллера, возможно. Ну, все оказалось лучше, чем я думал. Я задал ему вопрос. А любопытно, кто бы из вас взялся за, ну, скажем, инсценировку Евангелия, если есть такой смелый человек. Любопытно, в вашем опыте возникали какие-то подобные идеи? Конечно. Идеи никогда таких не возникало, потому что я никогда не хотел эконизировать Евангелие. И дело здесь не в святотатстве, а дело в том, что для меня это сделали успешно некоторые люди и в литературе, и в драматургии. Как-то там, я не знаю, Леонид Андреев. Да, например. Как-то Ренан. Ну, они как бы сделали, а что, собственно, куда мне соваться? Потому что это будет или фильм клирикальный, как у Мэлла Гибсона, мне не нравится это, или будет фильм антиклирикальный, что тоже мне не нравится. Ты сразу же попадаешь на дорожку идеологии, которую я презираю в целом. Юрий Калич, спасибо вам большое за эту встречу, что нашли время. Было интересно. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова